Совсем немного времени осталось до президентских выборов США. И это действительно одни из самых драматичных выборов за всю историю Америки. Потому что впервые за многие-многие годы кандидаты не просто обмениваются разного рода обвинениями и оскорблениями, но иногда прямо говорят, иногда намекают, что они не смирятся с победой своего оппонента. Что если они проиграют, то все равно не признают результатов. И, а что дальше? Это и остается открытым. Потому что, конечно, многие говорят, ах, в Америке начнется гражданская война. Но не так все просто, потому что гражданская война между Севером и Югом в позапрошлом веке началась при очень четком разделении штатов. Самих штатов на Север и Юг с разными законодательствами. И фактически каждый штат уже имел свою собственную маленькую армию, которую, соответственно, образовали армии Севера и Юга. Но сейчас, конечно, такого нет. Ситуация гораздо более перемешанная. Внутри штатов нет единства, даже среди элит этих штатов. И абсолютно непонятно, кто же в итоге сможет организовать смещение своего оппонента силовым образом. Нет. Конечно, в Соединенных Штатах будет все-таки именно конституционный кризис, если только одна из сторон не победит столь убедительно, что вопроса уже не станет. Однако, даже если кто-то победит без больших вопросов, без больших проблем, все равно остается самый большой вопрос, а как они будут управлять дальше. Потому что страна, во-первых, расколота, а во-вторых, парадокс состоит в том, что при страшной вражде, при жуткой ненависти двух лагерей друг к другу, ни у одного из них нет четкого проекта, нет четкого видения, как выводить страну из Кризиса, куда идти дальше. Это все-таки не ситуация Линкольна и Южан в XIX веке, когда Линкольн имел проект выхода страны на новый уровень развития благодаря отмене рабства и благодаря модернизации, благодаря индустриальному развитию. Ну и, соответственно, Южане имели собственное представление о том, как развиваться на консервативной основе, отделившись от вот этих вот ужасных, надоедливых северян, ориентируясь, прежде всего, на Викобританию и Европу. Сейчас никаких двух проектов нет. На самом деле Трамп просто хочет остаться у власти, а Байден, я не думаю, что Байден, находясь в состоянии, вообще-то, близком уже к маразму, чего-то вообще хочет, но стоящие за ним демократы, элита Вашингтона и Нью-Йорка, хочет вернуться, опять же, к тем временам, которые существовали до кризиса, до коронавируса и до Трампа. Но вернуться в это прошлое тоже невозможно. Итог. Кто бы ни победил, все вопросы останутся открытыми, и кризис не только продолжится, он усугубится, и он усугубится даже в том случае, если удастся избежать конституционной катастрофы, которая назревает в том варианте, который я описывал вначале. Кто-то должен будет признать свое поражение, но это будет только начало настоящей кризисной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok